Привет, друзья! Вы на канале Каяба ТСА. Сегодня у нас петлички нету, потому так как обзор спонтанный, ну, условно спонтанный, значит, выпустить данное видео меня заставило видео Жени Мандажи с компанией Ствол, про ствол передача по поводу POFA. На самом деле, офигенный реально контент, нового уровня контент, но я просто хочу рассказать свое видение вообще поршневых карабинов POFA, сравнить его с другими премиальными такими вещами, как Lewis Machine Tools, LVRC, тот же POF, вот Custom на базе, на базе Radical Arms, где от Radical Arms остался только Lover, ну и своя DB-шка. Да и вообще поговорить по поводу поршневых карабинов, в чем прикол поршневых карабинов, зачем они нужны и что такого хорошего в них, что заставляет их покупать. Ну, давайте начнем с того, что опять вспомним моего друга Юру Ульянова, который говорит, что арки между собой не отличаются. Концептуально он прав, да, арки между собой не отличаются, но есть ряд моментов, которые выделяют поршневые карабины от других, от других арок, да, и за что собственно вы переплачиваете. И есть ряд моментов, которые решают те или иные вопросы благодаря наличию поршня. Арка, по сути, остается аркой. Ловеры, ну, понимаете, опять же, многие производители рассказывают о том, что, читаешь там в описании, вот у нас там уникальная технология обработки алюминия, ну, какая уникальная технология, ну, давайте откровенно, в чем уникальность вашей технологии. Ну, паковка у вас там может быть то есть, кованая заготовка может быть лучшего качества, 7075 линий, или там 6061, конечно 7375 лучше. Но, опять же, если мы говорим о 7075, там тоже есть разные определенные, как бы, добавки, которые выделяют те или иные изделия других. И скажу вам прямо, что чем дороже карабин, как правило, тех добавок больше, то я так уже, простым языком для потребителя, что называется, вспомнили великого мотрука, для потребителя объясняю. Чем больше, чем больше цена карабина, тем, как правило, лучше сама заготовка для опера ловера. Сегодня технологии такие, что даже в Турции за 500 баксов карабины, или там за 400 с чем-то долларов карабины, сделаны относительно точно, и они совместимы по своим допускам с премиальной линейкой. Но, вот как раз вот эти моменты, они и диктуют стоимость самой заготовки. Но, если с ловером там все понятно, но плюс-минус одинаково, просто разные кишки по части УСМа, то с апперами все достаточно интересно и непросто. И вот основное отличие по стоимости у премиальных и непремиальных карабинов находится в аппере. Если мы говорим о кишках апера, то есть о затворной группе, понятное дело, что здесь есть куча нюансов, и материал производства той же личины или затвора, или покрытия затвора, он отличается друг от друга. Он отличается по технологии, по трудозатратам, по объему производства, в конце концов. И можно бесконечно долго уходить в супер качественные вещи, но они будут стоить очень дорого, и потребитель их просто не съест. Но, тем не менее, вот эта часть, затворная группа, является той отличительной чертой, которая формирует тоже по итогу стоимость самой винтовки. Ну, а так как мы с вами сегодня разговариваем о поршневых системах, то нельзя не сказать, что поршень, наличие поршня является тем фактором, который при абсолютно одинаковых вводных, условно говоря, газ-пистон и диа-система, делают поршневую более дорогой. И вот на этом моменте, а также на качестве ствола, мы сейчас с вами остановимся более детально. Сегодня у нас сразятся лицом к лицу такие карабины, как Lewis Machine Tools, LVRC, POV и, повторюсь, вот этот самособранный Adams Arms на C-Radical. И давайте вот по поводу того, что нам дает поршень в целом и чем отличаются эти карабины, поговорим отдельно. Для начала, зачем нужен поршень? Обычному покупателю, который вот хочет научиться стрелять и вот стрелять на полигоне в таких условиях, как на ССК «Сокол», поршень для него абсолютно пустое место, которое, к тому же, будет делать карабин более тяжелым, а отдачу чуть более резкой, потому что есть подвижная система, там короткий ход поршня. С другой стороны, наличие поршня позволяет уменьшить количество порыховых газов, которые попадают в сам Апер, ввиду того, что там нет газовой трубки, и порыховые газы, упираясь в переднюю плоскость поршня, хотел сказать, газписанно помодничает, ну вы поняли, да, остаются, собственно, в этой газовой камере. И уже шток поршня толкает сам затвор и проходит открытие затвора, и происходит открытие затвора вот таким вот образом. И пороховые газы практически не попадают в сам Апер. Это так в теории. На практике все немножко грустнее, потому что основное количество порыховых газов как раз-таки попадает из канала ствола в окно выброса гильз, и в момент открытия самого затвора, отката затвора назад, вот это облако пороховых газов вытягивается практически как вот насосом, да, на большой скорости назад на стрелка. Но надо сказать, что все же количество пороховых газов на поршневых системах реально меньше, чем количество газов на ДИА-системах, особенно при установке глушителя. То есть поршень у нас, другими словами, более стойкий к загрязнению, переживает большие настрелы, позволяет использовать глушитель более широко, потому что не все глушители газоразгруженные, а, кстати, поршень в паре с газоразгруженным глушителем, это вообще отдельная тема, классная. И вот это, за это приходится платить увеличенным весом и чуть большей отдачей по отношению к ДИА-систему. Я надеюсь, вы поняли, зачем существует поршневая система, и что в ней такого хорошего. Теперь давайте разбираться с каждым карабином в отдельности. Лучшим карабином, на мой взгляд, среди этой тройки остается Lewis Machine Tools, да, самый дорогой карабин, 230 тысяч гривен, и объясню, за что тут такая цена. Мы разобрались с вами, что ловер плюс-минус одинаков, дьявол кроется в деталях, здесь реализована, помимо того, что есть поршневая система, мы к ней отдельно доберемся, следующий принцип. Смотрите, начнем с того, что основной проблемой арки во все времена было самопосадочное место ствола в ствольную коробку, то есть вапер. Это было самое нагретое место, и я вам скажу так, об этом никто из производителей не скажет на своих ресурсах. Арка страдает от того, что нагревается сам патронник настолько, что боеприпас может сдетонировать, и может произойти условно несанкционированный произвольный выстрел. Это чревато большим количеством проблем, и основные проблемы у арки были связаны как раз таки с этой штукой. И вот сама программа по перевооружению в свое время, в середине 2000-х, вообще сначала, на любых точнее, после буря и пустыни, состояла в том, что зачем конкурс SCAR появился, вообще сама идея SCAR, что надо было придумать какую-то систему, которая боролась бы эффективно с этой проблемой. Но по своей сути получилось так, как получилось, стоимость этих всех переделок и перевооружения была гораздо большим от эффекта, потому это не взлетело, и SCAR вырос в отдельную линейку, а арки остались арками. Но производители не дремлют, все пытаются решить эту проблему, и каждый пытается решить по-своему. И вот переходим непосредственно к предмету обзора Lewis Machine Toast. У LMT эта проблема решена следующим образом. Во-первых, ствол здесь быстросъемный, крепится на муфте, который зажимается двумя болтами. Вот сейчас мы вам их покажем. Эти системы могут быть DI, могут быть поршневыми, но здесь, если вы посмотрите внимательно, Aper выполнен единой деталью с цевьем. Сама гайка ствола здесь имеет хитрую конструкцию, и она больше, повторюсь, напоминает санговый зажим. Открутив вот эти два болта, можно поменять ствол на другой длины, другого профиля, вообще другой ствол. И по сути, Lewis Machine Tools по сумме качества является таким ручным пулеметом в исполнении в шкурке AR-15. Толстый контур ствола, здесь, кстати, 14,5 дюйма ствол. Ствол выполнен с помощью криогенной обработки. Не спрашивайте меня, как это выполнено с точки зрения технического, технологического процесса. Скажу так, они очень живучие, и очень живучие даже в условиях сложных. То есть, при перепаде температур, некоторые страны, по-моему, такие, как Норвегия, вообще перешли на Lewis Machine Tools, потому что, опять же, понимаете, какие температурные режимы будут переживать AR-15 при использовании, при стрельбе очередями, длинными очередями, с помощью увеличенного магазина и так далее, в холодных погодных условиях, вот Lewis Machine Tools вроде бы как эффективно с этим борется. Почему говорю вроде бы? Потому что я сам не стрелял, просто читал интернет, читал американцев. Американцы LMT очень уважают, но даже для США она является дорогой. Вывод. А да, кстати, здесь есть определенное покрытие, господи, как оно называется, никель-хром, по-моему, да, покрытие самого затвора, бы тоже, в свою очередь, обеспечивать стойкость к коррозии, а при перепаде температурных режимов, коррозия, она в любом случае будет преследовать любое оружие, не только LMT. Коротко, LMT это уровень Хеклер-Коха, хотя многие говорят, что мы там уровень Хеклер-Коха, нет, неправда. Уровень Хеклер-Коха дорого, продуманно, очень стойкий ствол, коррозии устойчивая сама конструкция и реализована быстрая смена ствола, который позволит расширить диапазон применения данной винтовки. Потому что при наличии денег, это прекрасный выбор для тех, кто хочет прямо топовый поршневой карабин. Переходим в LVRC. LVRC в Штатах весьма почитаемый карабин, реально почитаемый карабин, его очень многие любят. Если не ошибаюсь, ствол у него выполнен из стали 41В45, кто знает, что это такое, в комментариях напишите. Отличается LVRC прежде всего тем, что они вот эту проблему детонации боеприпасов и нагрева самой гайки ствола выполнили следующим образом. Обратите внимание на сам Апер, он отличается очень сильно, и гайка ствола здесь вынесена в отдельную деталь. Кстати, сам затвор выполнен из нержавейки. Здесь тоже поршень с коротким ходом. Своебразное цевьё, цевья невзаимозаменяемы, впрочем, как и у LMT и как и у POF. Они очень своеобразные. Но тем не менее, вот этот ствол является основной отличительной особенностью, за которую любят LVRC американцы. К слову, и Lewis Machine Tools, и LVRC, они амбидиакстрные карабины, которые имеют продублированный и кнопку сброса магазина, и кнопку сброса затворной задержки и предохранитель. Триггер-гард здесь такой вычурной формы тоже мне очень нравится. И что это такое? Это относительно бюджетный карабин, который стоит чуть более 3000 долларов, но в принципе, являясь очень легким карабином, имеет очень качественный ствол, и ствол и затворная группа являются основными такими фишками данного ствола. Вот это канулированные стволы, с таким хитрым изгибом. К тому же, быстрее охлаждается за счет большей площади рассеивания тепла и считается очень почитаемой такой штукой. Переходим непосредственно к ПОФу, потому что там некоторые в комментариях спрашивают, что же там такого в ПОФе. Что мне не нравится в ПОФе, как я сразу взял его в руки, как у Хеклера 416-го, это вот такой сложной формы цевьё, но объясню, зачем оно надо, почему оно мне не нравится, но тем не менее, я, к примеру, готов с ним мириться. ПОФ – это тоже поршневой карабин. Женя в своем видео очень круто рассказал по поводу патроника, особенностей патроника проточки. Здесь карбонетрированный ствол. В принципе, ПОФ не самый дорогой карабин на рынке из поршневых, но имеет свои особенности. Здесь выполнен достаточно высокий, так высокого профиля сам газблок, а вот эта система цевья, она сделана таким образом, чтобы за счет, кстати, гайки самого цевья, Саша, покажи просто ближе, она здесь тоже имеет определенный такой тип, что-то радиатора, который позволяет рассеивать тепло. За счет того, что цевьё легкое и высокое, и профиль самого поршня высокий, пришлось соорудить такую конструкцию, которая на середине нулевых арках была популярна, и которую использовали как лиркох, с наплывом на аппер. То есть, цевьё не только крепится на гайки цевья, но и наплывает на аппер хитрым образом. С одной стороны, казалось бы, что-то такого, а с другой стороны, на самом деле, цевьё сидит достаточно прочно и плотно. И такие вещи, как лазерный цель-указатель и так далее, которые на цевье могут страдать. Ну, не у этих карабинов, да? Ну, например, на классическом таком простом варианте. При нагреве здесь не поплывут. Вот этим ПОВ интересен. Я вам скажу так, ПОВ и первого поколения, они весьма такие были сложные. И вот эта очень сильно раздутая там живучесть и жаростойкость ствола, она была очень сильно раздута. ПОВ переработал, пересмотрел эти вещи, и сейчас нынешнего поколения ПОВ, которые поступают на рынок сюда, они уже с другим стволом, с другой карбонитрацией. Все знают, что карбонитрация это, или никто, может, не знают, хром это покрытие, а карбонитрированный ствол это, условно говоря, определенным образом выполняет обработка, которая уплотняет молекулярную сетку, молекулярную структуру ствола на 60-80 микрон, а хром там 8-12 микрон, да, и делает этот ствол более стойким. Кстати, при интенсивной эксплуатации тоже карбонитрирование, скажем, лучше сопротивляется, чем дешевый хром, при этом оставаясь весьма дешевой технологией. Я ничего специально не говорю о дольных устройствах, просто так, к слову говорю, но вот это не баг, можно сказать, вот это цевьё, а фича. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне, например, она не зашла, потому что я уже понимаю, что с этим будет связано определенное там неудобство при стрельбе из коллиматорных прицелов на стандартных рейзерах, но, с другой стороны, многие, наоборот, устанавливают себе проставку для того, чтобы стрелять с нормальной, с большей высотой, то есть не искать его. Хотя, честно, я как работник этой сферы, когда иногда вижу такое, когда у меня глаза кровоточат, понимаете, вертикальными струями кровь бьет, когда вот, например, мелкие пистолетные коллиматоры ставят прямо на аппер без рейзера и вот таким вот образом стрелять. Я всегда предлагаю вырезать себе скулу для того, чтобы было удобнее стрелять. Ну, как бы, у ПОФа эта проблема решена, считайте, изначально за счет вот этой проставки. В остальном, все точно так же, амбидаль стороны, аппер ловер. Здесь ловер слегка модернизирован, он, скажем так, тоже свой. ПОФ его делает отдельно. Отличительной чертой, помимо всего прочего, является весьма неплохой спуск. Где-то долларов 180 он стоит отдельно. Усилена спуски, к слову, меньше. Везде спуски можно поменять, но просто ПОФ уже эту штуку подарил изначально. Давайте вернемся к бомбс-пакету, к вопросам там бюджетного карабина. Владелец чуть не упал со своей тундры. Не шучу, конечно. Тут, не, ну тут сам спуск Газли как бы намекает, что и Рейзер, да, Вортекс намекает, что это не бомбс-пакет. Ну, я в том плане, что изначально это был Радикал Армс, как это был бюджетный карабин, установлен поршень Адамс Армс. Я к чему вам показываю, что даже на дешевый карабин типа Даймондбека можно поставить поршень, получить те же минусы и те же плюсы, которые, которые есть у других карабинов сразу изначально. Они не, он не станет, допустим, ЛВРС, не станет, не станет Льюис Машин Тулсом, но если он не будет использоваться в тех режимах, в которых эти карабины еще продолжат работать, вполне себе жизнеспособная штука, которая тоже очень многое переживет. Многие, кстати, думают, что дешевый карабин должен сгнить все эфиса по себе. Нет, это не так. Поэтому я вам показал этот карабин специально для того, чтобы вы поняли, что поршень это штука, которую можно достать. По итогу чуть больше отдача, чуть лучше сопротивление к загрязнению и как бы вот эти все плюсы и минусы вы получаете за недорого относительно. Кстати, обратите внимание, все мои карабины, которые здесь на обзоре, оснащены магазинами от стилпласта. Я маленькую рекламу этим ребятам сделаю, потому что реально стараются и пока что те магазины, которые трудятся у нас, работают очень хорошо. Да, вы уже некоторые успели заметить, что карабины там типа вот топовых карабинов отличаются определенными фишками. Когда будем делать обзор на каждый из них, о них будем говорить. Но сейчас хочу вам показать, чем отличаются затворы на этих карабинах. Да, давайте сразу добрались. Мы до кишок, тоже, чтобы вы понимали. Саш, будь добр, ближе покажи затворы, затворные группы. Смотрите, это самый дешевый поршневой, самый дешевый комплект в поршне, обычный болт-керрер без покрытия, там какое-то фосфатирование, что-то подобное. Как вы заметили, у карабинов, которые уже претендуют на какую-то премиальность, есть покрытие, которое очень сильно противодействует коррозии. Давайте давай ПОФ покажем, потому что у ПОФа очень интересный компин, вот обратите внимание, он на подшипнике небольшом. Считается, что это очень сильно снижает нагрузку, очень сильно снижает нагрузку при открытии. Если честно, если бы это сильно снижало прям так нагрузку, то все бы карабины уже были с таким компином. Но штука действительно интересная. Возможно, дело в патенте, кстати, но прям в его какой-то эксклюзивность я лично не верю. Я надеюсь, вы уже понимаете, да, разницу между премиальным поршневым карабином и обычной диасистемой. И вот эти параметры, а именно поршень, гайки ствола, которые имеют или радиаторы, или хитрые конструкции, возможности поменять ствол, короткий ход поршня, это все по итогу повышает живучесть данного карабина по отношению к непоршневому. Потому отсюда вопрос, какое оружие взять цивильному человеку на случай военных действий, у нас в стране это мега актуально. Я бы смело рекомендовал карабины поршневые, любые поршневые карабины, а дальше на сколько хватит денег. И я еще просто так постреляю, сделаю буквально несколько десятков выстрелов для себя, чтобы, и для вас в том числе, чтобы вы увидели отдачу и работу этих карабинов в слоумоушене и уже сложили какое-то мнение. Поэтому, надеюсь, нашему зрителю был интересен этот длительный обзор, потому что многие эти карабины видели, но не понимают, за что платить деньги. И ответ, стоит ли это все с потраченных денег на него, остается исключительно за вами. Мое мнение, стоит каждый этот карабин своих бабок. А ваше мнение буду рад выслушать в комментариях и поспорить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok По поводу ПОФА, так вот, постфактум. Да, мы подстреляли с некоторых карабинов, что-то сняли, что-то не сняли. Во-первых, СТП у снятого прицела с Diamondback не поменялось, несмотря на увеличенный резер. Понятно, что на 50-70 метрах уже будет видно, но до 40 метров вообще все одинаково. Во-вторых, хочу отметить очень неплохую работу дульного тормоза компенсатора у ПОФА. Реально поршневой карабин, как бы легкий сам по себе, но бодается очень-очень так не сильно. И очень неплохой спуск, стоит отметить. Да, на кучность мы не стреляем, они все стреляют около одной минуты, как бы, ну, о чем тут говорить. Потому... Нет, мы пройдем. Давай. Потому с таким дульным тормозом-компенсатором все в пределах разумного. Вот любой поршневой карабин покупаете, хороший реактивный дульник, и у вас там прямо такая избыточная отдача, вы не заметите. Понятно, что там Дэниел 18-дюймовый с райфл-системой сбалансированный такой, да, с толстым стволом будет мягче в отдаче, но здесь все, все, ничего криминального, все в пределах разумного. Пока.